Всем привет! С вами Наташа Беларусь и я рада видеть вас на своем канале. Девчат, подъехали у нас новиночки от Белор Дизайн. В недавнешнем видео я делала макияж и кое-что из этого пакетика мы с вами пробовали. И вызвали эти продукты много вопросов. Именно поэтому я решила снять для вас отдельное видео об этих новинках, о моем сложившееся мнении, для того, чтобы вам наглядно, крупным планом показать все свочи этих продуктов, чтобы вы для себя онлайн могли выбрать, либо когда вы придете уже в магазин, чтобы не теряться в магазине, а вы уже четко знали, что конкретно нужно вам и какой оттенок подойдет вашему типу внешности, что я считаю максимально универсальным, удачным, а что может быть не очень. И первое, наверняка вы прекрасно догадались, о чем сейчас пойдет речь, это новые румяна от Белор Дизайн Velvet Touch. Вышли они в четырех оттенках с 101 по 104 номер. Сейчас я вам, естественно, покажу все эти цвета крупным планом, потому что цвета немного обманчивые в рефиле, когда их переносишь на кожу, они немножко по-другому переносятся, потому что я думала, что 104, да, вот 103 и 104. Я думала, что 104 будет более яркий, но оказалось, нет, 103 значительно более яркий. Я покажу вам свочи и, в принципе, расскажу вам свое мнение об этих румянах. Первый номер – это самый светлый цвет из линейки. Легкий персиковый оттенок с золотистым шиммером. Мне такой цвет в качестве румян не подходит, уже очень светленький. Я, скорее всего, периодически буду использовать его как легкий повседневный хайлайт. А вот номер 102 в рефиле кажется, что разница между ними буквально на полтона, но при переносе этого цвета на кожу разница очень заметна. Это уже персиково-розовый цвет с жемчужным сиянием. Такой оттенок мне отлично подходит. Он подойдет бледненьким девочкам, будет хорошо смотреться. С таким цветом вы никогда не наставите себе ярких, интенсивных розовых пятен на своих щечках. Для меня он один из самых удачных. 103 номер – это уже самый яркий цвет из линейки. И в рефиле этот оттенок кажется очень теплым, но при переносе этого цвета на кожу цвет и оттенок становятся холодным. Сам цвет розовый с холодным серебристым сиянием. Если у вас холодный потон, либо вы любите более интенсивные румяны, то выбирайте номер 103. А вот 104 оттенок – это второй, один из самых универсальных цветов. Если вы боитесь, что 102 номер будет вам светловато, то берите 104, если вы более смугленькая, более загорелая и любите более интенсивное сияние. Здесь насыщенный, красивый коралловый цвет с жемчужным сиянием. Очень универсальный, очень красивый. Будет подходить всем и круто освежать мейкап. Так, на свочах вы прекрасно видели, да, цвета и оттенки. Лично для меня, и я считаю, что самый универсальный оттенок будет тон номер 102. Во-первых, он светленький, и я использовала именно этот тон в своем макияже. Можете посмотреть, что он... Вы не наставите себе с этим оттенком румян никаких пятен, знаете, вот этих щек, марфуши. Или еще мне очень нравится, когда кто-то делает контурирование себе румянами. Это смотрится, мягко сказать, неестественно. Для бледной кожи часто тоже сложно найти, для светлой бледной кожи сложно найти правильный оттенок румян, который бы не наставит вам реальных вот этих вот свекольных красных щек. Вот этот вот оттенок будет хорошо подходить. Да, если вы смуглая, либо темная девочка, вам этот оттенок будет светлый. Но для среднестатистической славянской внешности 102 оттенок удачный. Плюс он тепленький, это такой легкий персиковый тон. Такие-то навсегда освежают макияж и делают макияж более такой светлый. По текстуре, да, у этих румян текстура именно сатиновая, да, она интенсивно сатиновая. Это не просто там легкий заполировывающий финиш, это интенсивное сияние. Если у вас на щечках, не у многих есть текстура, но есть люди, у кого она есть. Если у вас расширенные поры, если у вас акне, постакне, знаете, бугорки такие на коже, такая текстура вам, к огромному сожалению, подчеркнет эти вот нюансы на коже. Даже у меня, учитывая то, что у меня нет особых нюансов на коже, но суперинтенсивные металлические хайлайтеры, они подчеркивают текстуру, поэтому я стараюсь в повседневной жизни таких ярких свечений избегать. Здесь имейте в виду, что сияние есть, и оно довольно-таки ярко выраженное. Но это сияние смотрится, знаете, так живенько, красиво. Мне периодически хочется на свои щечки не глухое матовое покрытие, а что-то более такое живенькое и сиящее. Продукт стойкий за счет того, что, да, он такой, знаете, очень мелкого помола, никакой намека на меловую текстуру нету. Приятный мелкий помол, хорошая пигментация, качество продукта на самом деле хорошее, и часто бюджетные румяна очень быстро пропадают с лица и не держатся. Но за счет вот этой своей полумаслянистой, да, сатиновой текстуры, они хорошо держатся в течение всего дня, поэтому продукт мне понравился. О всех нюансах я вам рассказала. Здесь, кстати, целых 3,6 грамма румян. Они будут долго вам служить. Плюс мне очень понравилась в этот раз, вот реально понравилась упаковка. Она плотно закрывается до щелчка. Вы открываете, знаете, это такой классный, хороший, плотный пластик. Вы открываете, знаете, здесь на таком небольшом пьедистальчике находится сам рефил с этими румянами. Смотрится реально круто. Я недавно вам ругала упаковку от Dior Backstage, да, вот этих вот 4 пудры контурирующие, да. То вот здесь вот упаковка мне нравится даже больше. И учитывая того, что это же все-таки не люкс, и цена здесь прям реально просто смешная. Далее следующий продукт от Belor Design, о котором я точно так же вам уже рассказывала. Мы тестировали с вами эту подводку. Это eyeliner Pro Ink. Обязательно посмотрите в моем видео, где я делаю макияж подводкой. Там, в принципе, все понятно. Подводка годная, я там так, ровно, точно таким же словом и сказала, что подводка неплохая. Она рисует сразу, посмотрите, черная, интенсивная, плотная линия. Часто бюджетные подводки рисуют, знаете, это водянистая, это какая-то масса. Она рисует серую какую-то размазанную линию, она все растекается. Здесь вот видите, она не растекается, достаточно быстро схватывается. То есть сам продукт качественный. Но вот этот формат мне он неудобен. Конкретно мне, я не привыкла. Для меня, для себя все-таки удобнее стрелки рисовать именно маркерами. И есть сейчас огромное количество качественных маркеров. Точно так же и среди белорусского сегмента есть и стойки, и с кисточками маркеры. На клиентах мне удобнее всего рисовать качественной кистью и гелевыми подводками. Такие классные подводки, как, допустим, Inglot номер 77. Это самая стойкая подводка, которая, даже если невеста будет рыдать там в три ручья, она никуда не денется с ее лица. Вот это не мой формат конкретно, но сама подводка на самом деле классная. Далее у нас здесь просто какое-то невероятное количество тушей. Ну, как уж невероятно, я уже утрирую. Здесь у нас четыре новые туши. Белор Дизайн нас порадовали, да, выходом новых тушей. Вот эта вот тушь Maximizing. Это тушь с силиконовой щеточкой, щеточка бочонок. Маленькая, приятная щеточка. Ей легко подбираться к самому основанию ресничек, да, и прокрашивать реснички от самых корней, слегка их приподнимая. Дает неплохой объем, достаточно хороша по стойкости, поэтому, если вы любите именно объемные туши, вам понравится интенсивный черный цвет. Вот эта вот тушь мне нравится, вот этот вот формат выпуска. Знаете, тоненький такой, приятный, лаконичный. Тюбик, упаковочка, смотрите, да, по сравнению с классической. Вот это вот классический формат туши. Здесь у нас такой тоненький, и ранее у Белор Дизайн было до четверки. Это номер 5 из линейки Magnetic Volume. Это Белор Дизайн есть 1, 2, 3, 4, и вышла номер 5. Здесь у нас вот такая вот длинная силиконовая щеточка-елочка. Она идет на утолщение, и здесь щеточка уже более такая длинная. То есть, сразу прорабатываете все, весь глаз. Эта тушь мне также понравилась. Она интенсивно черная. Супер прям воу объема она не сделает, но не делая вот этих вот паучьих лапок на ваших ресничках, не сильно спутывает, опять же, за счет вот этой вот своей силиконовой щеточки. Я, как вам уже говорила тысячу раз, что я не сильный любитель силиконовых щеточек. Я все-таки больше предпочитаю фибру, но вот эта тушь мне понравилась. И две последующие туши от Белор Дизайн. Это уже цветные туши. Вы наверняка знаете, что в этом сезоне модно цветные туши. И у Белор Дизайн вышла шоколадная и синяя тушь. Здесь у нас, опять же, силиконовая щеточка. Почему в последнее время? Напишите, девчонки, напишите мне внизу обязательно в комментариях, какие щеточки любите все-таки вы. Силикон или фибру? Давайте устроим голосование. Кто любит силикон, пишите силикон. Кто любит фибру, пишите фибра. Я, честно, люблю фибру, но в последнее время встречаю все больше людей, которые любят силикон. Может быть, это я старожил и предпочитаю что-нибудь, знаете, консерватор. Предпочитаю что-то, проверенное годами. А что, в общем, что любите вы, напишите мне обязательно внизу в комментариях. Так, первая шоколадная тушь, это одна линейка Maxi Color, и это у нас насыщенный, посмотрите, какой красивый шоколадный оттенок. Знаете, с такой тушью ваши глазки будут смотреться очень натурально. Если вы часто предпочитаете делать себе легкий, натуральный такой эффект для того, чтобы макияжа без макияжа, то вам однозначно стоит купить вот этот вот продукт, интенсивный, правильный шоколадный оттенок. Часто шоколадные туши, то они какие-то рыжие, то они какие-то полупрозрачные, наоборот, делают ваши реснички, да, такие невнятные и блеклые. Вот эта вот тушь такого не делает. Изогнутая силиконовая щеточка, которая хорошо подкручивает ваши реснички и фиксирует их у самого основания. Плюс щеточка, часто такие щеточки, знаете, они колят вам века. Эта щеточка не колет века, она достаточно приятная тактильно. И вторая тушь у нас интенсивно синяя. Вот такая вот синяя тушь. Тоже приятный оттенок. Опять же, сейчас синие, фиолетовые туши. Вот, смотрите, интенсивно синий цвет. Это не такой вот, знаете, голубой ничего. Это именно электрик синий оттенок. Красивый тоже цвет. Опять же, точно такая же изогнутая силиконовая щеточка. Хорошо подбирается к самому основанию и подкручивает реснички. Если давно искали что-то подобное, тем более, я не вижу смысла покупать цветные туши, да, дорогих марок, не каждый же день ты пользуешься синей тушью, только тогда, когда у тебя такое электрик настроение, можно так сказать. И, знаете, что, девчонки, хотела сказать по тушам? Хотела сказать то, что, девчат, туши это сугубо индивидуальное. На одном и том же человеке, ой, на одна и та же тушь, на двух разных людях будет держаться по-разному. Все зависит от вашего конкретного строения глаза, как у вас растут реснички, как глубоко, либо близко у вас посажены глазки. У кого-то отпечатывается тушь только на нижнем веке, у кого-то только на верхнем веке. Это все зависит конкретно от вашей структуры. У кого-то очень постоянно слизистая, да, влажная, за счет чего тушь сечет. Имейте это в виду, что сколько людей, столько и мнений. Вот все, девчонки, что я хотела вам рассказать. Если была вам полезна, обязательно ставьте класс, пишите внизу наш с вами опрос. Всем спасибо, пока-пока!